Рейру какой-то знакомый просто использовал для раскрутки в благосфере, а другом никогда и не был. Главное, чтобы сейчас этот бывший знакомый не выпустил ролик на 2,5 часа, а то видео «Она вам не Рейра» YouTube просто не переживет. Всем привет! Это третий выпуск таких новостей. Ролики выходят по четвергам. В следующий четверг постараюсь выпустить ролик днем. Вы меня можете спросить, немного ли Рейры последнее время на канале. Честно, я вообще не хотел включать ее в этот ролик, но пришлось. Дело в том, что на этой неделе Рейра попыталась заблокировать вот это видео. Оно как раз преодолело отметку в 100 тысяч просмотров. И Рейра наняла Инстаграм юриста Анну Рязанову, чтобы этот ролик навсегда исчез с Ютуба. Хорошо, что Ютуб адекватный, а Анна Рязанова юрист из Инстаграма. На ролик была подана жалоба за нарушение авторских прав. Как пишет юрист Анна Рязанова, сторис Рейры являются ее интеллектуальной собственностью. Поэтому я нарушил авторские права Рейры. Ясное дело, что Ютуб таким создателем интеллектуальной собственности предложил сходить подышать воздухом. Анна Рязанова это юрист, которая помогает блогерам защищать их авторские права на чек-листы. Анна Рязанова, я вам советую посмотреть вот этот ролик, а то такое чувство, что вы что-то путаете. А своих подписчиков прошу распространять вот этот ролик, отправляйте его своим друзьям, подругам, потому что данное видео сейчас пытаются удалить. И подпишитесь на мой Телеграм, а то мало ли что. Блогеры, давайте я вам примерно расскажу, как работает публичность. Вы ежедневно выставляете свою жизнь в сторис в надежде получить популярность и деньги. Про ваши посты, сторис и ваше поведение другим людям можно высказывать свое мнение и писать отзывы. У себя в Инстаграме вы баньте кого хотите, но за пределами Инстаграма тоже есть жизнь. Поэтому либо не давайте поводов, чтобы о вас говорили, либо удаляйте свой Инстаграм и живите обычной, непубличной жизнью, либо учитесь держать удар. Филипп Киркоров, например, не обижается, когда про него снимают видео, а вы же так хотите стать настоящими селебрити. На неделе прошла блогерская премия Best Blogger Awards. Так как Батановну с ее песнями на золотой граммофон не пустят, а дарить друг другу статуэтки хочется, то блогеры организовали свое мероприятие. В этом году Арбат Холл в Москве оскверняли следующие блогеры. Я мало кого из них знаю, поэтому скажу свое мнение о двух. Даша Архипова. В шапке у нее написано, что она бьюти-балагур. Наверное, это считается бьюти-блогером. Интересно, если Инстаграм-блогер в шапке напишет, что он нейрохирург, его начнут приглашать на операции? Мне Инстаграм Архиповой смотреть тяжело. Почти все время в сторис она показывает свою собаку, корчит гримасы и коверкает голос. Да, это ее право. Но Дашей подошла бы больше премия сотрудник цирка года. И я сейчас не хочу оскорблять клоунов, потому что я знаю, что смешить людей – это тяжелый труд. Но подскажите мне, где бьюти-блогерство у Даши Архиповой в Инстаграм? Адель Сергеенкова получила награду за блог о саморазвитии года. Я ее недавно видел в ГИИ у Максима Галкина. Адель продавала курсы по сексу, организовывала групповые тренировки по танцам. Еще был курс по питанию и спортфиту, мотивационные женские курсы, курс по тренировкам. Адель Сергеенкова – это максимально типичный блогер. Они же почти все такие. Туси дали премию за вклад в идеологию и принятие себя. Тусин флешмоб «Со мной все так» начался только сегодня, а премию дали уже неделю назад. Скажем так, авансом. Туся, ну теперь нужно стараться, чтобы оправдать доверие. Я хочу попросить вас написать в комментариях некрупных блогеров, которые вам нравятся. Напишите ник и пару слов о том, чем этот блогер может быть полезен другим. Давайте делиться полезными блогерами. Эвдоклар – это слишком искренняя Эвдокия. Установила на свой Мерседес знак инвалида, чтобы не платить в Москве за парковку. Знак инвалида у нее от бабушки. До этого, находясь в США и показывая карточку ресторана, Эвдоклар добавляла вот такие надписи в сториз. Эвдоклар, вот ты скажи нам, может быть тебе помощь какая-то нужна, а мы и не знаем? Рубрика «Читаю ваши письма». Здравствуйте, я живу в Таиланде уже около пяти лет. Тема переезда в Тай не перестает быть актуальной. И стали появляться блогеры, которые откровенно обманывают про жизнь в Таиланде. А это может привести к проблемам с законом, здесь очень легко сесть в тюрьму и очень дорого из нее выбраться. Например, вот этот блогер. Она платно продвигала свое видео про переезд в Таиланд. В ролике раздает нелегальные советы, например, что можно работать мастером по маникюру или на ресепшене отеля. Но это запрещенные профессии для иностранцев в Таиланде. За это можно сесть в тюрьму, получить штраф или запрет на въезд. Да, девочки здесь работают, но исключительно на свой страх и риск. Сейчас ситуация осложнилась еще и тем, что в Таиле орудует сеть русскоговорящих предателей, которые сдают полиции таких мастеров на дому или шантажируют их. Я не удивлюсь, если скоро появится курс «Как переехать в Таиланд за 199 рублей». Следующий ролик на канале будет про марафон желаний «Будем желать себе идеальную жизнь». Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Еще хочу рассказать, что у меня уже с шестого ролика подряд слетает монетизация. То есть после публикации на видео отключается реклама. И нужно ждать ручную проверку от Ютуба, которая может длиться сутки и более. После проверки монетизацию всегда возвращают назад, но заработка с таких роликов практически нет. Поэтому если следующий ролик появится, а затем пропадет, знайте, это я его специально скрыл, придержал и отправил на ручную модерацию Ютуба. Ролик обязательно выйдет, только немножко позже. Теперь я буду всегда сообщать о том, что происходит с роликами на канале, потому что у меня уже было 4 попытки удаления роликов нашими милыми блогерами. Все попытки удаления отбили, все ролики на месте, но просто это неприятно. Рубрика «Крейда». Показываю вам дизайнера Крис Анфалову. Это настоящий дизайнер, а не дизайнер чек-листов. Сегодня Крис Анфалова в сторис выложила это. Крейда в анонсе своего курса по сайтам рассказала, что у них блог по дизайну будет вести Паша и вроде бы Рауль. Не могу прочитать. Свой рассказ Крейда сопровождала показом дизайна сайта. Вот только дизайн этого сайта делала Крис Анфалова. Не было там никакого Паши и никакого Рауля не было. То есть работу Крис Анфаловой ради продажи курса по дизайну и сайтам от Крейды выдают за работу Паши и Рауля. Все ссылки будут в описании. Крис говорит, что никакого отношения к курсу Крейды не имеет и советует всегда гуглить информацию о тех, кто будет вас учить. А у дизайнеров смотреть портфолио и не доверять скринам из инстаграма. В телеграм-канале «Религия сегодня» появилась запись «Бизнес-молодость в Рясе». Аккаунт «Религия сегодня» не заявлен как юмористический или сатирический. Данную информацию я больше нигде не нашел, поэтому зачитаю ее, ссылаясь на данный телеграм-канал. Основатель БМ Осипов вместе со своим отцом создали сеть онлайн-ресурсов для освещения квартир, машин и совершения других треб. Любой человек может заказать требу онлайн на таких сайтах, как «Осветить дом РФ» и «Освети РФ». Сайты сделаны качественно, например, «Освети РФ» – это пример хорошего лендинга на Тильде. Надеюсь, это неправда, но зная БМ, они не на такое способны. Зато, если у Насти Тропи перестанут покупать ее бесконечные курсы, она сможет стать инстоматушкой, например. Почему нет? Подписывайтесь на канал. Всем пока!